Я рад вас приветствовать на канале Рыбак на Волге. Сегодня хотелось бы поговорить о такой теме, как катушки спиннинговые без инерционочки. У меня в моем арсенале осталось сейчас две катушки. Две катушки, которые были до этих, я продал товарищам. Это была Акума, сейчас не вспомню какая, но недорогая. И Риоби Якусима. Риоби Якусима в тысячном исполнении. С маленькой шпулькой она. Вот на эту катушечку Риоби Эксия я отловил уже два сезона. Очень нравится катушечка, прям рабочая. И в октябре 2020 года взял себе новый Риоби Заубер. По отзывам товарища, ну как, он уже ей, наверное, года четыре тоже отловил. Никаких вообще нареканий нет. Просто за свои деньги это достойная вещь. Так же, у них есть вот небольшой минус. Это люфт в ручке. Так как ручка складная, вот из-за этого, вот он, есть небольшой люфт. Ну, в интернете много роликов показывают, как убирают эти люфты. Не критично, скажем так. Катушечки, единственное, тоже отнести к минусам, это вес. Вот, например, Заубер. Вот в трехтысячном исполнении весит 305 грамм. Это далеко даже, не говоря уж про ультралайт, далеко не лайт даже. Именитые бренды, сейчас предлагают катушки там и по 200 грамм. Вообще очень легенькие. Ну, это как называется вот этот трактор. Передатка на ней 5.0 к одному. Ну, прям трактор. Лебедка, можно так сказать. Шнуры я на них использую. Ну, на Заубери еще не пробовал я в этом году. Первый раз его взял. Это полторашка по Японии. Хардкор, четырехжильный. Здесь на Экси 1.2 хардкор. Ну, им я уже пользовался. Плетеночка понравилась. Ну, очень она к истиранию держит она. Держит дно. Не сильно истирание, так скажем, на ней. И не сильно махрится. Полторашку еще не пробовал. Будем попробовать. Также, что еще, что хотелось отметить. Ценовой сегмент вот этих катушек. Получается, Залбер в октябре месяце я брал 5.900 по скидке. Эксию я уже и не скажу вам. Это было два с половиной года назад. Ну, что-то тоже в районе около четырех тысяч, наверное, она была. Сейчас, может быть, чуть подороже. Что еще хотел сказать. Эти катушечки... Ну, я думаю, ничуть не хуже, чем катушки именитых брендов. Правда, я на них не ловил. Ну, как в руках держа-держа, но ловить не ловил. Те же там твины у товарища. Ловить не пробовал. Ну, и опять же, это другой ценовой диапазон. Поэтому мне, вот, допустим, они сейчас, я не могу себе позволить там такую хорошую катушку. Ну, в принципе, что сказать про них я вам хотел, кто вам рассказал. Катушечки довольно живучие. Обслуживаю я их раз в год после сезона. Товарищу отдаю, он все смазывает, разбирает, чистит. Никаких нареканий нету. Также я ловлю не на один джик. На джик я только начинаю, как бы, начинаю только ловить на джик. В основном ловил всегда воблеры, блесны. За жерехом охота длинная. На большие дистанции. И не было того, что катушечки скидывали в петельки или что-то. Не намоточка. Сами можете посмотреть. Ровная намоточка. Я считаю... Ну, это, конечно, сугубо мое личное мнение. Но я считаю, что за такие не особо большие деньги можно взять достойные катушки. Хотя сейчас на рынке, если посмотреть в интернет-магазинах, много появилось китайских катушек, которые, ну, может быть, и не хуже Риоби. Честно вам скажу, не ловил, не пробовал. Ну, вот так вот. Ну, все, друзья. Вот все, что я хотел вам рассказать о своих катушках. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Рад был приветствовать вас на канале Рыбак на Волге. Всем пока.